Привет, друзья! Толщина вот этих вот смарт-часов 14,5 мм, а толщина нового смартфона от DOOGEE, DOOGEE N40 PRO, 10 мм. Как это получилось и что это за новинка? Смотрим. Итак, 26, 27 и 28 июля за 130 долларов новый бюджетный смартфон от DOOGEE. И самая главная фишка это очень тонкий смартфон. При этом в этот тонкий смартфон, который сзади, кстати, модуль камер, очень напоминает мне смартфоны от POCO и вот новые смартфоны от Xiaomi. В этот тонкий смартфон сумели запихнуть батарею на 6380 мАч с поддержкой быстрой зарядки 24 Вт. При этом эта быстрая зарядка идет в комплекте вместе со смартфоном. Кроме того, фишка данного аппарата, достаточно прикольный внешний вид, текстурированная задняя поверхность под кожу, коричневые, синие, зеленые и черные цвета, при этом коричневые, которые в оригинале называются карамельные, коричневые, по-моему, самый топчик. Блок из четырех камер Sony IMX 350, основной 20-мегапиксельный модуль, 8 мегапикселей ширик, 8 мегапикселей макро и 2 мегапикселя для боке, придание, так сказать, глубины резкости. Основной модуль на 20 мегапикселей, а вот фронтальный модуль на 16 мегапикселей, при этом он самый у них светосильный, диафрагма 2.0, угол обзора 80 градусов от Samsung на 16 мегапикселей. Спереди салфаки можно будет делать, я думаю, бодрые. Но, к сожалению, чудо там не произошло и видео лишь 1080p, 30 fps. Процессор Helio P60, это нормальный процессор для бюджетного смартфона, 12 нанометров, 4 производительных ядра, 2 ГГц, А73 Cortex, нормально. Экран сэкономили, HD+, 6,52 дюйма, диагональ 720 на 1600 точек, при этом яркость экрана 500 кандел на метр квадратный, достаточно яркий будет дисплей. Физические размеры смартфона 165 мм, длина 75,7 мм ширина, весит смартфон 190 грамм. Толщина, напоминаю, 10 мм, это очень тонкий смартфон. Android 11 на борту 6 гигабайт оперативной, 128 гигабайт встроенной памяти, тройной слот, комбинированный, никакой вот не полноценный, либо две сим-карты формата nanoSIM, либо одна сим-карта и карта памяти 128 гигабайт. Зачем дополнительная карта памяти, понятия не имею. 4G в наших странах будет все работать. Band 1, 3, 7, 8 и 20 поддерживается. Wi-Fi двухполосный, 2,4 и 5 ГГц. Bluetooth 4,2, а вот NFC нет. Google Pay нет, бесконтактной оплаты нет. Вот такие смартфоны я называю Казахстан Эдишн, потому что у нас все здесь в Казахстане через QR-код. Казахстанцы прекрасно меня понимают. NFC-модуль нам не нужен, хотя говорят, Google Pay скоро здесь у нас запустят. GPS есть, GLONASS есть, Beidou есть. С навигацией глобальной все нормально. При этом, судя по рендерам, судя по фоткам, будет индикатор событий. Это редкость в наши времена. Сканер отпечатков, как в дорогих моделей, встроили в кнопку питания. Это тоже плюсик в карму данного аппарата. Из датчиков все необходимые есть. Плюс добавили гироскоп, плюс есть магнитный датчик. То есть электронный компас будет работать. В комплекте поставки, помимо пленки, наклеенной на экран, есть защитный прозрачный чехол силиконовый. Зарядное устройство 12 вольт, 2 ампер, 24 ватта, пресловутый уже в комплекте. Type-C, кстати. И что еще? Розыгрыш смартфонов. По ссылке в описании проходим, все понятно. Не понимаете английский, включаете Google Translate, страницы, смотрите. Там все просто. Нужно расшарить запись о продаже данного смартфона во время акции и подписаться на социальные сети. Там по пунктам все выполняете. В общем, как обычно. Надеюсь, видео было полезным, познавательным. Опять же говорю, ребят, сообщаю всегда о самых выгодных ценах. Такие смартфоны нужно покупать на старте продаж. Регулярная цена данного аппарата будет 170 долларов. Сейчас можно взять за 130. 26 июля по 28 июля включительное. Плюс там будут еще какие-нибудь купончики. Чтобы не пропускать все это дело, заглядывайте к нам в группу ВКонтакте. У нас есть первый канал, второй группа ВКонтакте. Все, что вам необходимо, вы можете найти по ссылкам под данным видео. Всем удачи, спасибо за просмотр и до новых встреч.